Ребят, всем привет! Не забудьте подписаться, поставить утокенные лайки. Сегодня у нас вкусный салат. Какой? Досмотрите до конца. Погнали! Мы, естественно, готовим с бренд-шефом студии «Вкус и лов» Денисом Марачковским. И у нас сегодня приглашенный гость в желтой майке лидера, он приперся, но это нормально как бы. Слава Фридман – это известный томский блогер, который проводит много интересных розыгрышей, мероприятий. Слава, в двух словах, что ты делаешь вообще? Как ты это придумал? Давай только очень коротко, потому что пленка на камере может закончиться. В двух словах, я занимаюсь бизнесом, гостиничным и на сегодняшний день стал блогером. Как это получилось? Ну, вот так получилось. Слушай, коротко, вот краткость – сестра таланта. Денис, мы в процессе готовки еще поговорим об этом. Денис, что мы сегодня будем готовить под твоим чутким руководством? Сегодня будем готовить достаточно интересный салат. Я совместил греческий и грузинский салат, поэтому вроде бы свежие овощи, вроде бы копченый сыр, а получится достаточно вкусно и интересно. Потихоньку начнем, то есть мы разобьем на несколько моментов. То есть я буду заниматься подготовкой лука, листа салата и заправки. Салат непосредственно нарубит овощи, то есть основные – это у нас будет перец, помидор, огурец, как бы, Тимур. А ты, соответственно, сделай что? Подготовишь каперсы, обжаришь копченый сыр, ну и подготовим декоративную часть, именно замаринуем маслины. Короче, наговорил, наговорил, давайте что-то делать. Короче, я очень интересно, но ничего не понятно. Ну ладно. На самом деле все просто, то есть у нас есть огурец, у нас есть перец, у нас есть помидоры, это все дело нарубим. То же самое как бы и с каперсами, как бы каперсы я предлагаю нарезать на четыре части, режем крупным кубиком, то есть можно сначала… Это огурец, каперсы у меня в руках. То есть режем сначала пополам, еще пополам и вот погнали вот такими клубами резать, как бы все это в чашку скидывать. Шеф, скажи мне, пожалуйста, вот эти хвостики от каперсов, их едят? Не едят, ну в принципе можно съесть, ничего плохого не будет, но они невкусные, они просто имеют декоративный характер, как бы, по большей счастью. Ну ничего, ничего, ладно. Я тем временем прогрею перец, потому что обычно в наших видео мы все так горелкой-горелкой прогревали, обжигали как бы перец, но по обратной связи я понял, что не у всех дома на кухне стоят горелки, поэтому достаточно просто взять на сковороде чуть-чуть подогреть перец, после чего мы его размолим с чесноком, как бы, это будет одна из основ для мариновки. Сюда, хорошо, можно уже, да, скидывать бурет? Да, конечно. А я как-то с Тимуром и разговаривали, он сказал, что у хороших поваров, когда вот приходишь в ресторан, то есть когда они режут помидор, внутренности не вытекают, то есть как бы, ну вот эта жидкая часть, она остается внутри. Расскажите мне, как это сделать, потому что когда я режу помидор, у меня там весь сок снова вытек, и только вот эта верхняя часть остается. Не, ну в основном что нам потребуется? Нам потребуется хороший помидор, под словом хороший, в наше время, в нашем регионе это практически невозможно, он будет либо стоить рублей 500 за килограмм, как бы, либо, в принципе, его не найдем, как бы, свежий, то есть вот мы разрезали, он нормальный, но и острый нож, как бы, если нож тупой, мы продавим его, и ничего хорошего из этого не получится. Ну да, вот я вижу, да, действительно. Так, я сейчас обжариваю копченый сыр, да, слегка. И хитрость в том, что ты жаришь это на пергаменте, я, конечно, так и знал, что ты не будешь раскрывать этот секрет, как бы. Нет, не буду. Ну, как бы, особенно в том, чтобы не прилипало, как бы, лучше жарить на пергаменте. Тем временем я прогрел перец, то есть запах пошел, начиная его размалывать, после чего добавлю немножко чеснока, соли, сахара, масло с бальзамическим уксусом, и в этом маринаде мы подмаринуем наш лук. Так. То есть задача стоит, на самом деле, копченый сыр сам по себе, он достаточно вкусный, то есть это сыр салугуни, который мы покупаем, единственное, коптим мы его сами. Сами коптите, да? Да, то есть у нас своя коптильня, подкоптили, как бы, и, скажем так, чтобы он был вкуснее, чуть-чуть его прогрейте. Если это летом на даче, можно прямо на манголет. Насколько сильно зажариваем его? Буквально с двух сторон по чуть-чуть, то есть можно сейчас уже отключить, и на теплой сковороде он потихонечку дойдет, да. Так, маслины, оливки, я не разбираюсь, честно, до конца. Их как рубим? Предлагаю их целыми оставить. Бросим сюда. Я их смешаю с луком. Тех, наверное, надо бросать. Так, вот так хорошо? Да, отлично. О, слушай, ну хорошо. Хорошо зажарился сырок. Отлично вообще. Так, а перчик вырезаем серединку, да? Да, ну можешь его напополам сначала разрезать, как бы, и проще будет избавиться, да. Ребят, не стесняйтесь готовить дома у себя на кухне. А, кстати, не в обиду женщинам, я хочу сказать, мужчина-то готовит вкуснее. А знаете почему? А потому что делает он это крайне редко и без, так сказать, экономии абсолютно. Если сделал, положил, то положил на все деньги, как говорится. Вот так и есть, да, действительно. То есть у меня, допустим, дома, когда я готовлю, не гречка, допустим, с мясом, а мясо с гречкой. О, ну это правильно, это по-нашему. Так вкуснее. Капец, у меня сыр растекся. Ну ладно. Нет, это хорошо, ты сейчас ему дай чуть-чуть остыть. И как раз мы его талом заберем. По луку мы сделаем следующим образом. То есть я не нарезаю его, как обычно, пером, соломкой или еще. То есть мы на крупные сегменты делаем. Для чего я это делаю? Если вы любите лук, он и так будет вкусный. Если вы не любите лук, вам проще будет его убрать и не заниматься этой операцией. Потому что у нас стандартно с супругой ходим в ресторан. Сколько раз говорим, но все равно приносят с луком. Может, наверное, потому что ребята многие в ресторанах меня знают. И говорят, все равно ешь лук. Да. И наблюдая за ней, как она занимается непосредственно этой операцией. Как ты ходишь вообще в ресторан, я ничего понять не могу. Ты знаешь все, как надо правильно приготовить. Я когда начал готовить самостоятельно, а потом мы с тобой уже очень много вместе готовим, я начал придираться к определенным блюдам. Ты как в этом моменте? Как ты там ешь? Скажу так, первое время поначалу было сложновато, а потом стал гораздо к этому проще относиться. Потому что проще, скажу так, после, наверное, 2013 года поехал в Германию на обучение с нами. Как раз ездил президент национальной гильдии российских шеф-поваров Александр Филин. И я обратил внимание, нам всей делегации, всем не понравилась еда. Кнедли там большие. Но это не наш был вкус. А он, смотрю, прям до конца все съел. Я подошел, спросил, как ты это съел. Да, то есть, как вы так это съели. Достаточно такая уважаемая личность. Наши профессии много сделал для популяризации именно русской кухни, вообще кулинарного сообщества. На что он сказал? Говорит, надо уважать труд людей. И если тебе положили, ты должен обязательно туда есть. Так, я, наверное, правильно сделал, что вот это вот... Да-да-да. Давай, мы тебе как поможем добрым советом. Лук и хорошо. Всегда вот дома так готовят. Тут мы убрали мусор, тут протерли, короче. Ты просто готовишь. Ладно, не начинай. Давай, продолжай пока. Итак, мы тем временем подмариновали наш лук и маслины, как бы, то есть, чуть-чуть постоят, и, в принципе, можно уже употреблять пищу. Красота какая, на подсъемочку сделай. Ага, сделал. Примерно вот так, да? Да. Я вообще очень люблю, когда крупный салат, то есть, и дома делаю. Вот мы с женой тоже постоянно ругаемся по этому поводу. Говорит, это же салат, почему здесь все крупно. А мне нравится, то есть, как бы... Нет, я сейчас как раз и раскрою секрет, почему крупно нарезать. Есть два момента. Первый момент для мужчин. Чем крупнее овощ, он сочнее и вкуснее. А второй момент, вот как раз, чем можно мотивировать девушкам, девочкам. Крупно нарезанные овощи дольше усваиваются, и, соответственно, чувство голода придет позже. Соответственно, все, кто сидят на ПП и на диетах, как бы, режьте крупные овощи. Вот, я думаю, что моя жена это посмотрит. Вот так вот теперь будем крупный салат резать. Ребят, забыл совсем сказать, что рецепт этого блюда вот здесь вот ниже будет под видео в описании, так что можете посмотреть внимательно и приготовить салат абсолютно нехитрый, абсолютно простой. Поэтому мы сегодня... Мы вообще идем по такому пути с Денисом, да? Мы готовим из продуктов, которые можно купить в шаговой доступности. Соответственно, в любом магазине вы можете приобрести вот эти нехитрые ингредиенты и приготовить это дома у себя на кухне. Никаких тут фуа-гра и прочего у нас нет. Мы делаем простые людские блюда. Поэтому, друг, если не найдете копченую сулугуни, покупайте обычную сулугуни, это будет так же вкусно, полезно, интересно. Коптите и все, да? Так, ну, мы что сделали? Мы, получается, основные продукты подготовили. Мы замариновали лук, нарвали весь салат, обжарили сыр. Сейчас нам что останется собрать? Прежде чем собирать, я предлагаю овощную основу заправить азиатской заправкой. Почему азиатской? То есть, ну, здесь маленько переиграем. Это вот это? Это получается на основе масла, имбиря, перца чили и соевого соуса. То есть, почему такой цвет? Ну, это бликсером пробили. Давай, шеф, сколько скажи. Все, хватит. Можно доставать ложку, аккуратно перемешиваем. Так, ну, здесь размешал я. Отлично. Ну, я предлагаю, смотри, я вот немножко раскидаю салата. Если сразу перемешаем, салат как бы осядет, поэтому уже каждый самый все это может сделать в тарелке. То есть, мы сейчас, ты выкладываешь салат, мы его не добавляем сюда вообще, чтобы он не осел. Да. Вот это лайфхак. Берем, на две части разложим наш листовой салат. После чего, коль у тебя в руках пинцет, давай немножко лук и маслин по центру положим. Как в Таиланде говорят, все, что спелое, это фрукт, неважно, будет то огурец, помидор, у них считается фруктом. Все, что недоспелое, зеленое, это считается овощем. Итак, дальше что, давайте раскидаем сыр по центру, получается, он как раз чуть-чуть подстыл. Так, как мы его скидем? То есть, ну, берем... Не, не, Слав. Угу. Вот так. Кладем крупными кусочками. И вот это. Положим каперсы для декора. Слав, теперь ты можешь сказать, ты не просто блогер, ты теперь еще и фудблогер, потому что в моем понимании... Чуть-чуть гороха, то есть... Фудблогер должен уметь готовить. Разложим. Так, а, это тоже роглогер. Да. Ну и давайте, мы, финальные штрихи, получается, с твоей стороны как раз молодые листья щавеля, как бы лежат, то есть по несколько листочков. Так, ну что, ребят, кто бы вот это сожрал пальцы вверх, кто будет пробовать, ну, это мы. Взять обязательно сыр, чтобы попался овощ. Мне попался. Ну вот так. Это свежо. Капец, как это вкусно. А если бы еще разлить под это дело. Мне видеограф говорит, хорэ базарить, завершайте, завершайте. Ребят, молодцы, что посмотрели, подписывайтесь, ставьте вот такие лайки, кто завтракает, обедает и ужин, приятного аппетита, у кого день рождения, там возле днем рождения, естественно. Все, всем пока. Вот сегодня был у нас приглашенный гость Слава Фридман, тот человек, которого знает, тот человек, от которого все получается. Ну и, естественно, Денис Мрачковский. Всем добра и хорошего дня. Всех обнял.